Приветствую! В сети появилась информация о том, что вот есть историческое решение, которое отменило запрет на выезд студентам из Украины. И вот с этим решением мы сегодня с вами разберемся, посмотрим действительно ли данное решение суда отменило запрет на выезд студентам из Украины. Действительно ли у этого решения суда есть дальнейшие перспективы и поможет ли оно студентам в выезде из Украины во время военного положения. Итак, что же произошло? Давайте посмотрим. Во-первых, Львовский окружной административный суд принял решение, как мы уже все догадались. И вот, собственно говоря, это решение. Как мы с вами видим, это решение достаточно новое. То есть только 19 сентября 2022 года его приняли. Пока еще апелляционной жалобы нет, ну, судя по той информации, которая есть в реестре. В чем же суть дела? Давайте посмотрим. Здесь мы видим, что человек, который является студентом, пытался пересечь границу, имея у себя студенческий билет, имел довидку о том, что он является студентом. И у него было еще посвящение про припыску до призывной дельницы, в котором была отметка о том, что у него есть отсрочка. Конечно же, вы сейчас можете сказать, стоп, так это же не все документы. И самое главное, это студент украинского вуза. То есть это не студент иностранного вуза. И ему, естественно, отказали. И отказали на том основании, что он не предоставил документы, подтверждающие право на выезд из Украины. Перечитывать все решение смысла не вижу. Если кому-то будет интересно подробно его изучить, ссылочка будет в описании к видео. А нам главное, что нам интересно, как же суд обосновал, почему он отменил решение об отказе в выезде студента из Украины. И вот мы смотрим, что они ссылаются здесь на указы президента про введение военного положения, на закон Украины про правовой режим военного положения и так далее. И самое главное, к сожалению, к сожалению, самое главное, какой вывод они делают, что в принципе запрет на выезд из Украины на сегодняшний день законен. То есть этот вопрос суд не оспаривает то, что в принципе человеку можно запретить выезд из Украины. Но почему же суд решил, что студент имел право на выезд? Давайте посмотрим, как же именно это мотивировалось судом. И вот здесь есть такое положение, что, соответственно, до пункта 2.6 зазначенных правил, в разе введения на территории Украины надзвичайного або военного стану право на перетин державного кордону, кроме осіб, визначенных у пунктах 2.1 и 2.2 цих правил, То есть суд, обосновывая свое решение, главным образом ссылается на пункт 2.6 и говорит, что, мол, так по пункту 2.6 можно же выезжать. Друзья, я подозреваю, что многие из вас уже увидели, в чем подвох этого решения. Но не спешите выключать видео, вы еще не все видели. Поверьте, еще есть чему удивиться. Те, кто читал правила пересечения границы, безусловно, заметили подвох. В чем состоит этот подвох? А в том, что в правилах пересечения госграницы в пункте 2.6 действительно есть такая фраза. И вот здесь же дальше идет текст. И мы видим, что дальше написано. И здесь есть ссылочка на этот закон. То есть можно зайти, вот так кликнуть по ссылочке, перейти и посмотреть, а на кого же не поширюется пункт 2.6. И вот мы видим, вот она часть третья. И вот он, абзац второй. Здесь даже написано, что это абзац второй. И вот если мы почитаем, то мы увидим, что пункт 2.6 не распространяется на студентов. То есть студенты с точки зрения правил пересечения границы являются невыездными на сегодняшний день. Суд чуть-чуть это упустил. Почему? Ну, не дочитали. Ну, бывает так, не дочитали. Ошибаются все. Суд не исключения. Друзья, но это еще не все. Это еще не все. Давайте снова вернемся к тексту данного решения. И посмотрим, что же они еще пишут. И вот здесь посмотрим, что суд установил, что позыватель, прибывший до Международного автомобильного пункта пропуску РАВА РУСЬКА Хребене, або Хребене, 26.03.2022 мав право на перетин Державного кордона Украины, яка особа, яка згідно пункту 2.6 правил перетинания Державного кордона, не подлягая призову на військовую службу під час мобилизації. Смотрим внимательно, друзья. 26-го суд установил, что 26.03, то есть 26.03, этот студент мал право на пересечение государственной границы Украины, как лицо, которое согласно пункту 2.6 правил пересечения не подлежит мобилизации. Давайте еще раз обратимся к пункту 2.6, а прежде чем обратимся, запомним хорошо вот эту дату 26 марта и посмотрим, что здесь написано. А здесь написано «Правило дополнено пунктом 2.6, згідно с постановою Кабинету министрів 383 від 29.03.2022». Суд вынес решение о том, что студент имел право пересекать границу на основании законодательства, которого на тот момент не существовало. В. В. Внимательность. Внимательность. То, о чем я говорю всегда студентам. Это главное качество юриста. Внимательность. Ты должен быть крайне внимателен к деталям. И если ты не внимательен, то получается вот такая ситуация. Ты пропускаешь просто, ну, что называется, слона мы и не заметили. Мы не заметили, что 26 марта этой постановы, этого пункта еще не существовало. А, соответственно, применить этот пункт погранслужба не могла, потому что его не существовало. И суд не мог применить в этом случае данный пункт по одной простой причине. Разрешение этого вопроса должно было базироваться на том законодательстве, которое действовало 26 марта. Ну, без комментариев. Тут все. Комментарии. Больше мне не хочется. Понятно, что, ну, ошибаются все. Я прекрасно понимаю. Да, все мы. Мы не машины. Мы люди. Мы ошибаемся. Но, что значит эта ошибка? В данной ситуации, честно говоря, ничего она не значит. Она принципиально на судьбу человека не повлияет. Почему? Да потому, что данное решение суда, конечно же, будет обжаловано погранслужбой. И, конечно же, с такими ошибками, с таким неправильным применением норм материального права, апелляция это решение отменит. И, к сожалению, данное решение абсолютно ничем не помогает студентам на сегодняшний день. К огромному сожалению, суд, несмотря на то, что как бы стал на сторону студента, принципиально суд признал право государства на сегодняшний день и его возможность реализовать это право на запрет выезда мужчин из Украины во время военного положения. Так что, друзья, ждем дальше, ждем дальше тех решений суда, которые изменят именно в этой части ход дела. Потому, что только отменив, только признав незаконной саму идею запрета на выезд из Украины, при том, что ни одним законом это на сегодняшний день не запрещено, только тогда суд, судебная система смогла бы направить всю эту историю в нужное русло. А пока, к сожалению, мы маемо-то еще маемо. Друзья, если вы считаете, что данное видео является полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании. И напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!